И снова здравствуй, с возвращением в Хаус Флиппер. Вокруг все такое же прекрасное, погода отличная, солнышко светит, но нам нужно работать дальше. Итак, сегодня я хочу построить, перестроить, переделать какой-нибудь очередной интересный домик. Ну что, заходим в браузер и посмотрим, что у нас есть. Значит, в прошлой серии мы заработали достаточно много денег, у нас теперь есть 117 тысяч. Я хотела, конечно, прикупить дом, который что-то скрывает. Мне кажется, это будет достаточно интересно, но я не уверена, хватит ли нам 14 тысяч. Хотя, давай его купим, мне кажется, это будет достаточно интересно. Ой, тут есть что-то попродавать. Пустующий, какой пугающий, хотя мне кажется, это оговорочка как раз в тему. Пустующий дом требует ремонт, состояние неопределенное, владелец находится за границей, на случай, если кто-то захочет купить этот дом, пожалуйста, свяжитесь с агентством «Дом для вас». Хорошо, давай. Значит, куплен новый дом, хочешь переехать в него прямо сейчас? Конечно. Давай-ка мы туда отправимся. Дырявые стены, это не мое. Мне даже интересно, удастся ли нам сейчас... О-о-о, я боюсь представить, что внутри, мамочки. Ты посмотри, что у нас внутри. Давай все убирать. Продавать нам пока что здесь нечего. Я хочу все продать, сразу тебе говорю. Ой, тут даже оно не продается, оно просто, просто удаляется. Ох, какая жесть. Давай закроем. У нас подвал есть? Ой, у нас тут еще и какой-то... Откуда свет льет? Откуда льется свет? Слушай, что это... Что это у нас за загадочный дом такой, у которого свет откуда-то льется? О-о-о, плохо все. Так, я решила сразу все продавать. К сожалению, нам здесь надо, наверное, установить... Давай установим предохранитель. Так, готово. Подожди, новое очкоумение у нас. Штукатур, монтер, значит, гипс гораздо быстрее. Ну, что поделать? Будем с гипсом сейчас пока что сражаться, закрыть. Подожди, а нам тут больше разве ничего не надо? Все, включили, все нажали. Ладненько. Ладненько. Ладненько, шоколадненько. Удаляемся. Ого, слушай, а дом-то здоровый. Я чуть-чуть так посмотрела по картинке. Сначала показать, что он маленький. Ну, смотри, все хотят купить. Все прям уже горят желанием покупать. Если что, я, наверное, оставлю все-таки один стеллаж. И там вот что-то, кстати, можно отвинтить. Да-да-да, здесь можно, кстати, стиратель... Стирательную? Стиралку поставить. Ладно, давай пойдем дальше. Я хочу пока все полностью удалить, все очистить. Стенки вроде бы удалять не надо, я так вижу. Ох ты ж, ё-моё, кто ж тут жил? Мы что-то удалили. Очистка. Ладно. Что-то мы продать успели, что-то мы... Ни одной ванной комнаты, это уже слишком. Простите. Слушай, а мы, по-моему, туалет, да, удалили? Или здесь будет где туалет? Нет, я это не буду продавать. Сейчас нам нужно будет в любом случае туалет разместить. Удаляем. Надо все очистить, все прям, чтобы было идеально. Мне очень нравятся вот такие вот двери стеклянные. То есть ты так открываешь, красота на улице, шикарно, погода отличная. Ну и последняя комната, которая перепачкана очень и очень сильно. Предлагаю приступить к очистке. Мне кажется, что очистка тут точно потребуется. Значит, что нам нужно сделать? Пока что непонятно, что нам нужно сделать. Нам нужно будет точно тут что-то штукатурить, что-то убирать. Уборка у нас, конечно, займет здесь много времени. Да много чего нужно сделать. Так, давай сначала с пятен начнем, таких вот откровенных. Блин, тут из-за того, что у нас тут солнышко, то видно не очень хорошо. Убираем. Тут убирать вроде бы. Помыть окна, да-да-да-да-да. Моем, моем, моем. Кстати, заметьте, у нас, по-моему, мойка окон не меняется. То есть, допустим, швабра более широкая какая-нибудь. У нас этого почему-то нет. Я бы взяла, есть же такие, знаешь, здоровые швабры для окон. Даже у меня есть такая, она, ну, наверное, как два вот этих отсека нашего окошка, нашего окошка, нашем окошке. Так, здесь нам надо что-то? Нет, тут только закрыть. Здесь у нас есть тоже два окошка. Давай помоем. Даже интересно, кто у нас купит. Кстати, пока я сейчас тут все это мою убираю, напиши в комментариях, как ты думаешь, за сколько мы продадим этот дом? Мы его купили за 103 тысячи с хвостиком. Как думаешь, за сколько мы сможем продать? Прошлый дом мы, по-моему, купили за 50 с чем-то тысяч. А продали мы его за... За сколько мы его продали? За 88. У нас сейчас есть, блин, 16 тысяч. Я не знаю, хватит ли нам вообще на что-то эти 16 тысяч. Я хочу сейчас, кстати, сразу же окошки открыть, чтобы у нас тут проветрилось. Какой-то, знаешь, я представляю, какой тут запах стоит. Так, моем окна. По-моему, это последнее окно, да? Тут окошек нет. Тут мы все помыли. Домик небольшой, но уютный. Значит, здесь есть тоже, что помыть. Я не знаю, надо... А, подожди, не то мы выбрали. Вот, вот это. Я не знаю, надо ли здесь плитку. Но я бы плитку, конечно, поменяла. Ее здесь отмыть. Я боюсь, что будет крайнее. Еще пару минут на уборку, и будет чисто. Да что ты говоришь? Убираем, убираем. Ну, тут такое. То есть мне не очень эта плитка, конечно, нравится. Я бы ее поменяла. Я понимаю, что, скорее всего, можно, наверное, ее и не менять. Но это чисто мое такое вот впечатление. Так, у нас тут тоже грязь. И тут у нас грязь. Так. Все, им всем все нравится. Им главное очень нравится, когда я убираю. Ну, это вполне себе логично. Значит, здесь у нас все окей. Я предлагаю тогда приступить к чему. А, нет. Вот у нас тут еще грязненькая. Так, достаточно. Я предлагаю приступить к чему. Сейчас будем загипсовывать вот эти все стены. Так, где у нас тут что? Снос, покраска. Нет, нам нужен гипс. Переходим вот сюда. И нам стенки гипс. Я предлагаю купить несколько. Потому что, я так понимаю, что гипса нам понадобится, ну, достаточно много. Переходим на шпаклевку. Чик. Чик. Все. Пригодился бы гипс. Я смотрю, они так радуются, когда я гипс использую. Прям, ну, вот счастье полное штаны. Такс. Наверное, здесь нам тоже не... Здесь не надо, а тут. Надо. Я думаю, что и батареи надо добавить. Вот будет интересно, что я за... Такую вот стоимость, кстати, да, там у нас... Грязновато получается. Вот здесь надо домыть. Мы не протерли раз. Здесь чисто. Мне даже интересно, что мы за 16 тысяч тут сможем сделать. Вон там дырка есть в углу. А тут? Тут чисто, заметь. У нас как-то очень странно. Там чисто, там грязно. Многовато купили. Наверное, надо все-таки не по несколько покупать, а все-таки брать чуть-чуть. И потом уже, конечно, докупать. Потому что мы в итоге сейчас зря потратили деньги. Стены отремонтированы. Ура! Что же делать? Мне теперь я такой счастливый. Блин, ну плитка. Мне раздражает эта плитка. Значит, что я хочу сделать? Ладно, продадим 26. Ну, 26 тоже неплохо. Я хочу поменять пол. Я хочу поменять цвет стен. Значит, смотри. У нас тут есть кухня-столовая. Ну, это скорее всего кухня-столовая. Это у нас ванная комната. Это у нас гостиная. Какая гостиная? Это у нас спальня. Ну, и там у нас понятное дело, что... Что-то типа будет нижний кладовой. Ну, подвал кладовая. Что-то такое. Ну что, давай, наверное, начнем сейчас с отделки стены пола. А дальше уже перейдем, наверное, к мебели. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, ванная комната. Потому что, так, давай возьмем держатель для туалетной бумаги. Мы все-таки убрали. Там, например, сток от унитаза нельзя было удалить, еще что-то удалить. А тут мы захотели и удалили. Я решила, что я рисковать так не хочу, я так понимаю, что без унитаза у нас бы ничего здесь не купили. Вкручиваем. Вкручиваем. Внизу я, кстати, не знаю, что я буду делать. Открыть. О, мы можем зайти здесь. Можно помыться? Нет. Мы не влазим в эту душевую. Я решила оставить раковину. Это же мне, в принципе, кажется, что она выглядит достаточно симпатично. Я бы хотела только здесь добавить какую-то картинку. Слушай, кстати, блин, 81 доллар. Не много ли? Давай вот такую вот картинку весна с белой рамкой повесим. Она какая-то маленькая. Я думала, что она побольше будет. Не, я не хочу эту весну вешать. Вот другую весну я повесила. Давай посмотрим зеркало. Что у нас тут есть? Зеркало, зеркало. Давай вот это возьмем, если оно, конечно, не очень большое. Нет, супер. Так. Ровненько? Ровненько. Значит, зеркало у нас тут есть. Как видишь, других выходов у нас тут нет. Я предлагаю поставить, может быть, какой-то шкафчик. Ну, смотри. То есть, допустим, пришли, переоделись. Там, может быть, вещи где-то положили, сложили. Не-не-не-не, нам на ф ничего не надо. Так, что у нас тут есть? Ну, такие зеркальные вряд ли. Что-то май, шкафчик со стеклянными дверцами. Может быть, что-то такое. Может, какой-то узкий, смотри, большой подвесной шкафчик. А он большой на сколько? Что, на какой-то этот самый солярий похож. Мы можем, кстати, вот здесь повесить. Нет, подвесной не хочу. Мне кажется, что подвесной здесь будет немного не в тему. Комод. Можно было бы комод поставить. Ну, я бы поставила что-нибудь длинное и узкое. То есть, такой какой-нибудь шкафчик. Это у нас подвесной, большой подвесной. Да что же вы все подвесные? Обувная полка. Может быть, стеклянные? Смотри. Возьмем белый. Вот, смотри. Вообще, должен нормально стать. Мы его здесь ставим. И если надо какие-то свои принадлежности, что-нибудь такое хранить, то как раз будет идеально. Ровненько, ровненько. 182 доллара он у нас стоит. Отлично. Ну, смотри. Шкафчик есть. Здесь не поместятся все мои документы. Артистичный стеллаж. Ничего себе у нас тут владельцы. Смотри, закрываешься. И, ну, заметь. Кстати, что еще можно купить? Давай перейдем в пол. Я бы хотела ковры. Может быть, какой-нибудь коврик. Вот, смотри. У нас есть вот такой белый. Положим, потому что с оранжевым, мне кажется, другой как-то не будет сочетаться. Вот здесь у нас еще будет белый коврик. Выходишь такой... Так, открываем. Со всех сторон все открывается. Ладненько, пойдем вниз, наверное. Что у нас здесь будет? Здесь я не знаю, что у нас тут будет. Кстати, подожди-ка. У нас, между прочим, здесь можно раковину. Давай-ка сразу раковину разместим. Я хочу уже сейчас пройтись по ванной. Значит, раз у нас здесь будет раковина, предлагаю взять... Ну, мне это умывальник этот не очень нравится. Вообще, в идеале, какую-нибудь банальную, наверное, надо раковину. Что-то типа такого. Это у нас раковина, это ванна. Наверное, вот такую вот чистомойку, потому что она у нас стоит, например, вот здесь внизу. Если что-то помыть, постирать нужно. Так, что это у нас такое? Готово. Ну, ставься давай. Раковина. Ку-ку. К сожалению, здесь у нас света не хватает. Мне кажется, что в эту часть надо будет поставить. Тем более, что у нас, смотри, объясняю. Здесь у нас место для стиральной машинки. Что-то постирали, что-то убрали. Ну, прикручивайся. И можно будет здесь, кстати, стеллажик какой-то поставить. Так-с. И отсюда. От сюда. Тут прикрутили. Там закрутили. Тут. Вставили, вставили. Вставляйся, говорю тебе. Ну, вставляйся. Тут. Тут очки накрутили. И вот это добавили. Все, у нас тут есть раковина. Слушай, у нас тут еще какой-то... Подожди. Что за место? У нас тут какое-то помещение, что ли? Ну, давай попробуем его снести. Я не знаю, можно ли нам тут сносить. Давай сделаем арочку, типа. Будем делать вид, что так надо. Так-с. Я не уверена, что я хочу здесь красить. Подвал все-таки как бы под... Да ладно, тут какие-то вещи. Слушай, ну, не зря назывался-то дом с этим самым. Дом с приколом. В смысле, дом, который что-то скрывает. Так, давай сюда. Я бы не удивил... Да ладно, картина Ван Гога, что ли? Или, подожди, это не Ван Гог. Пардон. Я могла ошибиться. Пардон, сразу же извиняюсь. Но, по-моему, это... Ну... Или не Ван Гог. Или Ван Гог. Напиши, пожалуйста, в комментариях, Ван Гог все-таки это или нет. Потому что мне кажется, что это Ван Гог. Ну, вот прям по стилю очень похоже. Я была в музее Ван Гога в Амстердаме, и... Как бы я видела его подсолнухи. И вот мне кажется, что что-то подобное тоже видя. Но это... Ты же понимаешь, как бы... Ничего себе. Сколько ты стоишь? Давай посмотрим. 980 долларов какое-то кресло. 123 доллара. Вот это что-то. А картина? Сколько? 56 тысяч? Слушай, вот это мы клад нашли. Блин, а нельзя его с собой забрать. Ну, я имею в виду, можно было бы оставить себе. Блин. Ребята, вы в пролете. Вы реально в пролете. Я тут такое нашла. Значит, что нам нужно? Стиралку поставить, да? Ты представляешь? Ты такой себе ничего не подозреваешь. У нас тут хотели, значит, купить стиральная... Встроенная стиральная машина. У нас хотят дом купить. А мы такие разбираем. Вообще есть такая фишка, я помню, я читала даже и рассказы, и даже, по-моему, были ролики на ютубе про необычные находки в домах. То есть кто-то у родственников находил, кто-то просто покупал, например, старинный дом, и там находил какие-то интересные вещи. По-моему, даже, если я не ошибаюсь, на Discovery есть передача, где на этих самых, ну, короче, в гаражах продают гаражи, которые, допустим, ну, там, пять лет, например, владелец не появлялся, и они переходят в собственность, допустим, вот этого всего гаражного блока. Ну, и там люди покупают эти гаражи и смотрят, что там есть. И достаточно часто там бывают очень интересные, очень необычные находки и достаточно дорогие. Так, стоп. Мы вроде здесь все сделали. Слушай, а у нас лампы какие-то есть, но все-таки... Ламп... Потолочная лампа береза. Люминисцентную давай возьмем. Обычно такие вот веш... А где ее можно повесить? А, у нас тут можно вот здесь придти. Давай здесь повесим и включим светик. А ты вообще светишься или как? Или что с тобой делать? Как тебя включить-то? Ты будешь включаться? Ну, не хочешь, не включайся. Я тебя не заставляю. Значит, смотри, у нас тут стиралка. Я предлагаю несколько стеллажей купить. Так, другое. Стеллажик. Строительное леса. Не, нам это не надо. У нас же они там вечно ноют, что не хватает места. Стеллаж стальной гаражной. Вот. Возьмем парочку стеллажей вот таких вот гаражных. Может, наконец-то тут этот чувак сможет хранить свои документы. Мне кажется, что за это нам большое спасибо скажут. За вот такие вот стеллажики. Предлагаю здесь еще один поставить. Тут можно какие-то закрутки хранить. Еще что-нибудь. Стеллаж у нас есть. Ну и можно, допустим, здесь еще один поставить какой-нибудь. Вот уточки. Так, давай встанем. Вот, ровненько. Оп. По клеточкам, по клеточкам ориентируемся. Ну, вроде бы ровно. Надеюсь, что все решат, что у нас тут все ровно. Значит, смотри. У нас тут можно свет включить, выключить. Но у нас почему-то эта лампа не хочет работать. Чего ты не хочешь работать? Хорошо, давай вот сюда ее вынеси. Может, здесь она будет... Ты будешь работать? Алло. Может, тут что-то подключить надо? Странно. О, а здесь лампа работает. Наверное, выключателя здесь не хватает. Вот был бы здесь выключатель, а она бы работала. О, смотри, у нас сразу же светло. Здесь можно что-нибудь, кстати, поставить еще другое. Что у нас тут есть другое? Лавка для сауны. Можно было бы, кстати, здесь вообще и сауну разместить. Зеркало. Ширма. Ну, это такое выживание. Можно было бы здесь свой маленький бункер разместить. Так, установка у нас уже и так есть. Шторы и жалюзи. Кстати, мы ни разу не добавляли шторы и жалюзи. Двери и окна. Окна мы использовали. Двери, в принципе, кстати, здесь нормальные. Я предлагаю, может быть, какой-нибудь пару столик какой-нибудь. Давай поставим стол. Вот смотри, вот такой вот просто обычный деревянный стол. Какого-нибудь темного дерева. Ну, мало ли, там тоже что-то хранят. Какие-то там вещи. Так, вот здесь у нас будет столик. Ну, все. В принципе, вот такой вот подвал. Заходишь и делаешь свои делишки здесь. Значит, ванная у нас готова. Предлагаю в спальне что-нибудь сделать. Ну, а именно поставить кровать. Значит, кровать. Мебель, мебель. Так, куда же мы это самое? Подожди, а давай здесь все-таки шторы и жалюзи. Что это у нас за шторка? Коричневая? Какой-нибудь коричневый цвет? Или же... Давай вот такой узкая штора. Ага, смотри. Оп. Установить. Мы, кстати, ни разу почему-то не ставили шторы. А я что-то как-то вылетел аж прямо из головы. Это сюда. Это сюда. Оп. Смотри, как классно, да? Мне нравится оранжевый цвет. Я люблю оранжевый. Это мой самый любимый цвет. Поэтому, если ты смотришь этот ролик, ну, вообще у меня на канале недавно, то теперь будешь знать, что мой любимый цвет оранжевый. Ну, еще и фиолетовый. И еще бирюзовый. Да, вообще, я все цвета люблю. Но оранжевый как-то в фаворитах. Вот, смотри, у нас теперь яркая, красивая такая вот спальня получается. Предлагаю теперь добавить какую-то мебель. Собственно, нам нужна кровать. Можно было бы, кстати, вот такую вот рыжую. Давай возьмем все-таки оранжевый цвет. Это оранжевые будут подушки. Тут пусть будут, наверное, полосочки. А здесь у нас что? Покрывало. Покрывало в такие же полосочки я не хочу. Древесина пусть будет более темная. Вот, покупаем. И смотри, мы разворачиваем. Блин, мне нравится. Мне здесь очень нравится. Я бы сама здесь жила. Так-с. Вот здесь поставим кровать. Смотри, как классно. Одна спальня. Отлично. Спальня. Это не место для игрушек. Мне очень нравится их замечание. Вот эти такие спальня. Это не место для игрушек. Слушай, а давай, может быть, вот этот пакс поставим. Что это у нас? Нет, это нам не подойдет. Темную стенку. Бразильский орех. Ух ты. Кстати, заметь. У нас они, оказывается, тут цену меняют. Тьфу ты. Это называется, да? Штука, обратно. Рыжая. Мне такой не очень нравится. Светлый, темный. Ну, мне кажется. Давай такой попробуем. Он красноватый, да? Согласись. Красный получился. Ну, будет немножко красноватый. Есть. И там был еще один шкафчик. Давай посмотрим шкафчик. Вот такой можно было бы еще добавить. Ну, может быть, что-нибудь они там такое используют. Так, вот этот нам подойдет, правильно? Я очень надеюсь, что по цвету он подходит. Оп. Смотри. Вот. У нас получается такая вот даже стоечка. Я хочу еще туалетный столик. Обязательно надо добавить столик. Столы. Тут-ту-ту-ру-ту-ту. Подожди, где-то я видела туалетный столик. Вот здесь туалетный столик. Коричневый, серый какой-то. А, это коричневый считается. Хорошо. Туалетный столик поставим, наверное, вот тут. Вообще, в идеале, его перед окном, наверное, надо ставить, чтобы все было видно. Но наш мужчина не знает, где надо ставить. И ничего страшного. Стульчик. Возьмем оранжевый. Вот. В цвет. Так, поставим. Ставим здесь стульчик. И я хочу какое-то красивое растение. Так. Юка. Давай, может быть, сенсовьерию. Ну, правда, она какая-то... А давай сенсовьерию здесь на окно поставим. А я бы взяла, наверное, не сенсовьерию. Она какая-то... Вот дроценку давай. Мне кажется, она будет чуть побольше. Ну, тоже такая себе. Ни два, ни полтора. А, смотри, что нам не хватает. Нам не хватает какого-нибудь ковра, мне кажется. Пол, ковры. Ковер, ковер. Смотри, вот этот узорчатый можно взять. Хотя, нет, мне надо что-то более однотонное. Можно было... А, бабушкин нет. Бабушкин, я думаю, нас выгонят тогда за бабушкин ковер. Коричневый. Давай вот такой коричневый коврик. Как бы там тебя разместить-то? Давай перед... Вот тут очки поставим. Разместим перед кроватью. И, кстати, знаешь, что я бы еще добавила? Какой-нибудь что-то типа софы. Ой, я не знаю, есть здесь это или нет. Нет, тут нет такой софы. Хотя, вот эту можно взять. Коричневая. Как мне нравились в Sims 4. Ну, это у нас медовые полоски. Ну, такое. Это, наверное, не то, что мне надо. Можно вот такую взять, оранжевую. Но она большая. Это не та софа, которая мне надо. Можно было бы, конечно, здесь ее разместить. Мы можем, знаешь, что добавить? Мы можем добавить какой-нибудь столик. А тут есть что-то типа журнальный столик темный. Давай вот такой темный журнальный столик. Прямо вот перед этой поставим. Так. Вот здесь у нас журнальный столик, на который можно поставить какой-нибудь декор, например. Декор. Дефенбахию, например. Так. Дефенбахия очень симпатичная. И можно было бы какие-нибудь журнальчики. Главное, что у нас теперь денег. Зашибись. Слушай, ну это же просто супер. Картина. Я хочу какую-то красивую картину. Но я так понимаю, что лучше им что-то... Дикий росток. Допустим. Им, наверное, надо что-то в цвет. Нет, какие-то леопарды, березовый лес. Картина туман. Кстати, туман очень красивый, но я не буду добавлять. Фотография набережная. Давай фотографию сила моря. 19. Надо ли совсем мелко? Нет. Надо что-то подороже брать. Так, что у нас есть подороже? 16, 60, осеннее озеро. 60, 75. Вид с горы. Ну давай хотя бы вид с горы. Хотя здесь у нас тут все более теплое. Ну давай вот тут. Надеюсь, на нас никто не обидится, что мы потоптались по их месту. Неплохая картинка. Давай еще посмотрим, что у нас есть. Какая-то фотография. Так, Татры зимой. Давай. Вот можем здесь. Может быть, у нас какая-нибудь семья фотографов здесь будет. Что у нас есть еще? Декор. Какие-нибудь... Не-не-не-не-не. Вот сами не надо. Что бы взять? Может быть, кстати... Небесная глазурь? Глазурь. Небесная. Нифига себе картинище! Вы что, издеваетесь? Я, значит, искала большую картину. А у нас, кажется, она здесь была. Можно здесь, кстати. Картина, разве... Стоять. А там поставить какой-нибудь небольшой диванчик. Ну, в смысле, стульчик. В смысле, какой-нибудь вот такой. Нет, такой мне стульчик не подходит. Что-нибудь тоже... Мешок можно рыжий. Я, правда, не знаю, станет он тут или нет. Да, должен вот тут стать. Вот тут мешочек. Не знаю, зачем здесь мешок, но у них здесь будет стоять мешок. Ну, смотри. Спальня. Более-менее они тут уже могут повесить. Хотя я бы что-нибудь еще повесила на стенку. Декор. Фотографии картины. Ну, здесь... О! Давай-ка, может, фотография в рамке каникулы. Может быть, это наша будущая пара. Или они на нас обидятся и скажут, что это за люди? Почему они здесь? Я бы хотела часы какие-нибудь. Давай посмотрим. Час. Песочная фотография. Часовинка. Часы. Не торопись. С кукушкой. О! Не торопись. Супер. Пись-пись. Не торопись. Темноте. Все черные. Давай черненькие часы. Ну, вот здесь у них будут висеть часики. Хорошо. У нас здесь все есть. У нас ванная есть. Спальня есть. Осталась кухня столовая. И вот мне очень понравилась в прошлой серии мы остров используем. Островки. Кухонный остров с раковиной. Что я хочу использовать? Мне, кстати, нравится вот такой вот малиновый. Но он слишком малиновый. Я бы брала какой-то более... Блин, красивый какой-то, смотри, какой градиент. Я бы что-нибудь сероватое все-таки взяла. Ммм... Давай купим сейчас. Я бы его хотела вот именно разместить так, как я тогда его увидела вот здесь. Смотри, то есть мы можем... Ну, наверное, не очень, да, будет смотреться, если я его здесь где-нибудь размещу. Либо же-же-же... Вот здесь можно было бы, конечно. Но тут тоже не вариант. Понимаешь, тут суть в том, чтобы его поставить именно что здесь. Можно было бы здесь, но тут будет мало места. То есть мне его надо ставить где-нибудь примерно тут. И нам тогда нельзя будет поставить, к сожалению, ни один холодильник. Поэтому придется нам играть с вот этими. Либо же... А, это вот эти кухонные островки. Можно, конечно, что-то полное кухонное в виде Т. Буквы Т. Красиво. Хотя, слушай, давай посмотрим. Вот так, да, получается, она должна становиться, что ли? Давай попробуем такой вариант. Коричневый с красным. Кстати, выглядит довольно-таки стильно. Но я хочу не коричневый, а, наверное, более серый. Вот. Серый мрамор есть у нас. Но чисто белый не хочу. Давай серый мрамор. Серый мрамор с чем-то... Это, по-моему, оливковый. Давай вот с таким. И, наверное, попробуем... Я думала, что у нас сейчас все будет светлое. Я не знаю, как оно сейчас будет выглядеть. Поэтому я предлагаю попробовать поставить. Ну, такое, да? Не смотрится. Это должен быть очень большой дом. Прям очень-очень. У нас есть современные... Слушай, а давайте современные. Слим. Энди, Энди. У нас тут есть такой симпатичный Энди. Симпатичный Энди. Кухонный... Это нам не надо кухонный комплект. Давай посмотрим хотя бы вот так. Блин, да что ты издеваешься, что ли? Ча, она все такая здоровая. Хотя можно было бы здесь... А давай поставим? Ну, давай попробуем. Серьезно. То мы всегда избегаем такие. Я бы вообще сюда его сместила. Вот. Вот смотри, у нас здесь будет кухонька. А вот здесь можно поставить небольшой диванчик. Или несколько кресел. Хотя, знаешь... Ну, вот все равно... А, здесь можно стол. А тут холодильник. Не, мне не нравится такое расположение. Ну, придется, понимаешь, если мы его сейчас купили за 900... За сколько мы можем продать? За 290? Ладно. Придется нам пожертвовать немножко нашими денежками. Я просто... Ты же понимаешь. Я играю, смотрю пока, что и как у нас можно использовать. Вот этот угловой кухонный. Может быть, такой? Давай посмотрим. По размеру серебристый. Тут, наверное, тоже какой-нибудь сероватый. Давай посмотрим такой вариант. Вот это, кстати, хороший вариант. Смотри, угловой такой вот... Угловая кухонька. Можно вот такую поставить. Здесь, рядышком кухня... Это у нас хекс. Хекс, шмекс, пекс. Что-то еще с хекса у нас есть. Современный подвесной. Современный подвесной. Почему же ты такой? Странно выглядишь сейчас. У нас он... Ну, понятное дело, что он нигде у нас не станет. Ладно, давай поставим просто холодильник. Пусть сами будут разбираться. Нас это вообще не должно волновать. Серый моно. Вот такой серый моно-холодильник. Так, он у нас, по-моему, выключатель. Нет, уже ничего не закрывает. Здесь у нас холодильник. Значит, здесь должна быть плита. Домик. Пы-пы-пы-пы-пы. Зачем мы ушли из электроники? Электроника. Индуктивная плита. Давай, наверное, может быть, вот эту разместим. 193. Где тебя разместить? Давай вот здесь. Будем считать, что у нас тут, может, какая-нибудь двухуровневая духовка. Так, правильно у нас все остановилось. Значит, здесь у нас плита. Здесь, кстати. Давай стол поставим. Двери, мебель, стол. Какой-нибудь круглый столик я бы добавила. Вот этот, но он, по-моему, а, ну да, детский столик. Столы. Продолговатый. Классический. Детский. Круглый. Он какой по размеру-то? Давай посмотрим. А, вот, слушай. Вот тут в уголочке мы ставим с тобой столик. Супер. Здесь сейчас ставим парочку стульев. Сами пусть решают, сколько им нужно стульев. Я предлагаю взять какой стульчик. Давай вот эти беленькие. И сделаем их с легким серым цветом. Раз. Сколько нам понадобится? Ну, давай купим несколько. Давай два. Может быть, с ребенком купят. Хотя вряд ли с ребенком. Мы детскую не делали. У нас вряд ли купит кто-то с бейбиком папоротник. Ну, и можно смотреть. Это будет очень красиво. У нас тут будет папоротник стоять. Значит, плита у нас есть. Нам что нужно? Мусорка какая-нибудь. А, мусорный бак. Пластиковая мусорная корзина, круглая, стальная. Вот давай вот эту. Такую вот стальную. О, слушай. Вообще она не откроется, если честно тебе так по секрету скажу. Тут как бы нажимной механизм, и ты эту фигу ее откроешь. Я буду здесь ежедневно готовить обедлить для всей нашей семьи. Молодец, красавица. Ты правильно ловишь мысли, что ты здесь будешь готовить. Что мне еще нужно? Слушай, а тут хекс. Есть какой-нибудь другой подвесной? Или только у нас такой хекс. А, у нас есть еще кухонный мебельный комплекс. Шкафчик, шмафчик. Классическая кухонная сушилка. Давай купим. Поставим. Кстати, у нас тут нет... Слушай, раковины нет. У нас беда. У нас тут как бы придется либо без раковины быть. Но я думаю, что я, кстати, раковину, знаешь, где поставлю? Раковина, слушай, а где же нам ее разместить-то? Стальная вытяжка. Вытяжку нам тоже пока что негде. Нам, боюсь, придется как-то тут Энди. Монтировать Энди не получится. Поигралась я немножко с кухней. Конечно, попали мы на денежки немножко, но я решила, что кухонька будет такая вот небольшая, уютная. Здесь у нас есть раковина, есть, значит, плита. Ну, в принципе, все по мелочи. Я думаю, что на первое время им хватит. Так, у нас есть сушилки. Все есть. Здесь я предлагаю, может быть, какой-нибудь, так, у нас эти самые корзина тоже есть. Я вот думаю, может, какой-то, давай симпатичную, может, вазочку. Что у нас тут есть? Вот, смотри, вот такая вот у нас есть ваза, коралловые нитки. Зачем здесь ваза? Я не знаю, можно вот здесь ее поставить. Может быть, глава семейства как-нибудь цветочки принесет, где можно будет... И у них, короче, будет место, где их поставить. Декор. Я хочу повесить какие-нибудь картинки. Что мы с тобой еще не вешали? Фотографии, морские скалы. Ну, давай, мы пошли что-то по морской тематике. Я не знаю, почему по морской. Ну, я же говорю, может быть, у нас там фотограф какой-нибудь. Кстати, я хочу поставить еще маленький шкаф, двери, мебель. Давай перейдем в шкаф. И шкафчик, стильный комод. Я хочу небольшой комодик на входе. Тумбочка, телевизионная тумба. Да, 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 подожди. Но она какая-то темная. Или нет, нет, вроде бы не темная. Так, как-то у нас должна поставиться. Вот так, правильно? Вот здесь поставим тумбочку. И здесь я все-таки, наверное, я не знаю. Понимаешь, у нас как идет? Ага, у нас здесь, если поставить диван, то оно будет как-то странно выглядеть. Либо же нам надо переместить наш столик, либо же мы можем добавить просто два диванчика. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Электроника. Так, давай какой-нибудь классный телевизор за 100 долларов поставим. 100 мини-холодильник. Странно, всего 100... Ага, вот 300. Вот, за 700 давай, я буду сегодня щедрая. Супер щедрая. Опа. Ну? И что? В смысле? Что ты это самое задом к нам встал? Ааа, ну да. Я немножечко его задом поставила. Так, ну что, возвращаем на место. Предлагаю тогда добавить сразу же парочку кресел. Именно что кресел. Потому что, мне кажется, как-то сюда они... Ну, не впишутся наши диванчики. Хотя у нас есть, по-моему, небольшая какая-нибудь софа. Можно взять вот такое креслице. Может быть, вот такое какое-то? Давай посмотрим, насколько оно большое. Оно, между прочим, отлично сочетается с нашим... Слушай, а мы можем его туда переставить? А здесь тогда... Все, я придумала. Короче, мы смотрим сейчас, как по красе... Почему у нас все перемещается не так, как в Sims 4? Берешь, двигаешь там столик, и у тебя перемещается все вместе. А тут нетушки. Не хочет оно у нас так. Короче, вазочку пока здесь поставлю. Мне кажется, она на окошке будет смотреться. Отлично, спасибо. По растению на каждого из нас, верно? Да, на каждого из вас, на всех. Ну, диванчик такой себе. Если честно, тогда уж давай, знаешь, если мы тут ставим хороший диван, то тогда вот давай выбирать хороший диван. Что у нас тут есть? Софа, 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 шмафа. Кстати, угловая. Давай, может быть, угловой поставим? Серый не хочу, давай светленький. Вот такой возьмем. О! Да ладно, он не влазит здесь! Почему ты не влазишь? Это какое-то издевательство. Ладно, можно что-нибудь такое бесформенное им поставить. Кресло. Это у нас кресло, софа. Можно, кстати, вот такой классический белый диван. Но я боюсь, что не влезет. Хорошо. Влезло. Допустим. Вот тут давай поставим. Ну и типа сидишь, смотришь телевизор. А вот уточки, наверное, в центре. Блин, опять вот мы неправильно с тобой поставили. Нам придется... Как бы нам этот столик теперь... Как танцевать со столиком? Ай да, Даша. Ай да, молодец. Смотри, значит, у нас здесь вот так все будет выглядеть. А наш столик пока что будет стоять тут очки. Мало места, согласна. В идеале его бы, конечно, куда-нибудь перенести. Но пока что пусть стоит тут. Слушай, а мы можем... Мы можем здесь даже монстеру поставить. Но я думаю, что наши новые владельцы удивятся, что здесь стоит прямо вот в центре какой-то горшок. Но мы можем ее поставить... Ну, могли бы ее где-нибудь вот тут поставить. Давай здесь. Пусть у них тут будет стоять монстера. Кто-то, я вижу, уже хочет пожаловаться. Мне не нравится монстера. Я не хочу монстера. Я хочу какое-нибудь другое растение. Знаешь что, уважаемый заказчик? Я делаю изо всех сил. Так что, любимая, мой дом. И все, и до свидания. Шутка. Что мы можем здесь повесить? Может быть, какой-нибудь 55 картина утренний пизаж. Давай повесим утренний... Это какой-то верх ногами пейзаж, а не утренний. Давай здесь повесим картинку. Кривая? Нет. Вроде бы нет. Можно взять какую-нибудь лампу. Что у нас тут есть? Потолочная. Потолочная прямоугольная. Давай тут, может быть, тройную еще повесим. Кстати, вот прям вот тут. Вот чтобы она висела. А что, у тебя нельзя здесь? Можно. У нас же есть что-то... Да, у нас тут есть похожее. Поэтому я думаю, что... Вот здесь мы можем... Вот, как раз. Смотри, как здорово. И здесь мне осталось какую-нибудь тумбочку. Вот в идеале мебель. Какая-нибудь маленький шкафчик для обуви. Давай возьмем. Вот, кстати, супер. А, он слишком маленький. Значит, нам нужен какой-то побольше шкафчик. Шкафы и шкафчики. Шкафы, шкафчики и шкафюськи. Можно было бы, кстати, вот этот добавить шкаф. Это мне все не нравится. Шкаф-витрина. Не, шкаф-витрина не в тему. Ну, стеллаж, гараж, гараж, стеллаж, пеленальный столик. Можно было бы добавить пеленальный столик и все. Можно вот такой, кстати, шкаф поставить. Но он весь цвет тут, понимаешь, не тот, что мне надо. Хотя давай. Не, нормально, кстати. Вот так нормально цвет. Все, супер. То есть тут у нас еще без... В смысле без гостиной? Это что, по-твоему? Это не гостиная? Это как? Просто так стоит здесь мебель вся для гостиной? Слушай, они меня доведут когда-нибудь со своими жалобами. Давай городская река. Городскую речку мы повесим. Кстати, в цвет практически нашей стенки. Вот. У нас тут городская речка. Неплохая картинка. Спасибо, господин критик. Ну что, в принципе, мы с тобой все сделали. У нас есть полноценная спальня. Закрывай. У нас есть полноценная ванная комната. Со шкафчиком, со всякими принадлежностями, прибамбасами. Ну вот тут можно было бы поставить какое-нибудь еще... Ну, я даже не знаю, растение какое-нибудь. Давай юку поставим. Оранжевым. В оранжевом горшке. Вот. У нас тут стоит юку. Ну, блин, а мне нравится. Я люблю цветы, в отличие от людей. Сразу лучше, когда стоят растения. А, кстати, у нас тут декор... Может быть, что-нибудь памятное мы посмотрим? Можно какие-нибудь игрушки. Можно... Кстати, Хэллоуин. Ну, давай будем считать, что у нас скоро Хэллоуин. И они вырезали... Ты... Ой. Это что-то очень большое. Ты такой... Не. Прости, Хэллоуин. Я думаю, что пока что мы тебя вырезать не будем. Можно какой-нибудь приз? Это что, компактный туалет? Кисинг. Это подарок лично от строителя. Вот фотка с такой вот... С гортенди. Вот. Я смотрю, что всем нравятся фоточки. Неплохая картинка. Ну что, как думаешь? А, подожди. Давай посмотрим, что у нас есть еще из электроники. Может быть, потолочный вентилятор? Кстати, давай повесим потолочный вентилятор. Мне кажется, вот здесь он у нас будет в тему. Все-таки, если жарко, все дела... Так, мы тебя переключить не можем. Вообще симпатично. Так, проходи, давай, не тормози. Мне пришла в голову идея оборудовать вот такую вот небольшую компьютерную станцию, что ли, у нас внизу. Может быть, здесь кто-нибудь у нас заигрывается. Папка, например, сидит, играет в игры в подвале. Хотя, не знаю, может, тут интернета вообще нет. Он просто так себе поставил компьютер. Но, в любом случае, я предлагаю закончить. Как думаешь, получилось у нас неплохо? Мне кажется, что получилось очень даже неплохо. То есть, у нас тут в ванной получается... Стоп! 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 Я забыла совершенно. Точнее, как, я не забыла. Мы с тобой не повесили никакие шторки. Ну, хотя бы... Вот здесь надо повесить хоть что-нибудь. Давай сейчас установим, а то, получается, у нас опять нет штор. Здесь я бы шторы, а там бы хотела жалюзи. Все-таки на кухне вообще в идеале действительно вешать жалюзи. Потому что, если, допустим, у вас что-то запачкалось, ну, то есть, если что-то ляпнуло, то лучше все-таки вытирать жалюзи. Так, встроенные, задвинутые, встроенные... Встроенные, задвинутые. Так, вот здесь давай установим. Если вдруг что-то, ты же понимаешь, что их гораздо проще протереть, чем постирать, допустим, здесь снять шторки. Так, ну что, здесь все окей. Здесь все окей. И, наверное, все-таки... Ладно, аж давай, ну мы с тобой хорошие люди. Здесь тоже шторки. За 9 долларов... Нет, подожди, открой вообще сначала. Купить сейчас... Подожди. А, установить. Тьфу ты, мы уже купили. Так, сприкручивайся. Все, супер. Мне кажется, что дом должен понравиться. Я надеюсь, что снаружи вроде бы мы все вытерли. Все должно быть окей. Но, заметь, дом выглядит нормально. Особо каких-то потеков тут нет. Я предлагаю продать дом. Погнали. Значит, дом куплен за 103 тысячи. Территория вокруг составляет 860 квадратных метров. Дом имеет 99. Количество комнат 6. Твой бюджет составляет 63. Работа над этим проектом почти полтора часа. Давай перейдем к аукциону. 147! 140! Хорошо. 150. Ничего себе! 152 тысячи. 153 тысячи. 154. 156. Ну, больше, больше! 150! Мы 50 тысяч на нем получили! Слушай! Одна спальня, это хорошо. Но лучше бы было две. Значит, дети обожают... Ну, сорян, у нас тут нет для детской. Для большой нужны две ванные комнаты. Можно было внизу бы сделать еще одну ванную комнату. По-моему, в каждом доме должна быть гостиная. Ты так не считаешь? А мы что сделали? Мы сделали гостиную, соединенную с кухней. Здесь нет места, где мы могли бы проводить время со всей синей. Ну и фиг с тобой. Хорошо. Я предлагаю принять предложение. Это же просто шикардо! Смотри, мы с тобой продали дом, и у нас теперь 220 тысяч! Это же шикарно! Я думаю, что мы с тобой уже продолжим следующие серии. Поэтому, если тебе хочется как можно скорее увидеть Хаус Флиппер, ставь лайк, подписывайся на канал. Хорошего тебе настроения! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok